Многие органические вещества имеют одинаковый состав молекул, но различаются по физическим и химическим свойствам. Их называют изомерами. Примером могут служить третичный бутиловый спирт и диэтиловый эфир. Первый — кристаллы, растворяющиеся в воде. Второй — жидкость, с водой не смешивающаяся. Почему же изомеры имеют различные физические и химические свойства? Еще в начале XIX века химики настойчиво искали ответ на этот вопрос. В начале XIX века Александр Михайлович Бутлеров, профессор Казанского университета, создал понятие химического строения как порядка связи атомов. Третичный бутиловый спирт и диэтиловый эфир различаются порядком связи атомов. Еще одна пара изомеров — этиловый спирт, диметиловый эфир. Это разные вещества, потому что одинаковые атомы у них связаны друг с другом в различной последовательности. Плоские структурные формулы, изображаемые на бумаге, все же не заставили ученых забыть, что молекулы — трехмерные тела. Это понимал и Бутлеров, условно изобразивший одну из формул в виде трехгранной призмы. В 1874 году голландский химик Якоб Гендрик Ван Гофф заложил основы стереохимии — учение о пространственном строении молекул. Основой его гипотезы было представление о тетраэдрическом пространственном строении углеродного атома. В дальнейшем эта гипотеза получила экспериментальное подтверждение. Сегодняшний уровень науки и техники позволяет получать точные сведения о геометрии молекул. Одним из методов определения геометрического строения молекул является рентгеноструктурный анализ. Рентгенограммы позволяют найти межатомные расстояния с точностью до сотых долей ангстрема. Валентные углы — с точностью до долей градуса. Необходимые сложные расчеты теперь выполняют на ЭВМ. Основа органических соединений — углерод. При образовании связей атом углерода возбуждается, приобретая новую электронную конфигурацию. Далее С и П-электронные облака смешиваются, гибридизуются. В зависимости от типа гибридизации атом углерода может находиться в трех валентных состояниях. Первая — СП-3-гибридизация — результат смешения электронной плотности одного С-электрона и трех П-электронов. Образуются четыре одинаковых СП-3-гибридных орбитали, равномерно распределенных в пространстве по тетраэдрическими углами. Это соответствует классической модели Вандгоффа. При образовании цепи из углеродных атомов в СП-3-валентном состоянии три соседних атома никогда не лежат на одной прямой. Более длинные углеродные цепи при вращении вокруг простых связей могут образовывать различные формы, изогнутые в пространстве самым причудливым образом. Длины связи и валентные углы при этом сохраняются неизменными. Пространственные формы молекул, возникающие в результате вращения вокруг простых связей, называются поворотными изомерами или конформерами, конформациями. Они легко переходят друг в друга. Каждое вещество — это обычно смесь различных конформеров, находящихся в подвижном равновесии. Рассмотрим конформации бутана, возникающие при внутреннем вращении вокруг центральной углерод-углеродной связи. Развернутое изображение концевых метильных групп для наглядности заменим изображением их в виде одного шара. Проекция модели на плоскость, перпендикулярную центральной углерод-углеродной связи, дает формулу Ньюмена. При вращении последовательно возникают разные конформации молекулы бутана. Они имеют различную энергию. На диаграмме отражено изменение потенциальной энергии молекулы бутана. При переходе от одной конформации к другой можно выделить шесть основных состояний, отличающихся диэдральным углом φ. Нечетные φ1, φ3 и φ5, заторможенные конформации, имеют минимальную потенциальную энергию. Четные φ0, φ2 и φ4, заслоненные конформации, максимальную энергию. Разность между энергетическими уровнями скошенной и трансоидной конформации, φ1 и φ3, определяет величину конформационной энергии. Нормальный бутан это смесь трех конформеров, трансоидного φ3 и двух скошенных φ1 и φ5. Заслоненные конформации энергетически менее выгодны. Они почти не принимают участие в конформационном равновесии. Разность энергии φ0 и φ3 конформаций определяет энергетический барьер вращения, то есть легкость взаимного превращения конформеров. Большинство органических соединений существует в виде равновесных смесей заторможенных конформаций. Конформационные особенности в значительной степени определяют физические и химические свойства веществ. На шаростержневых моделях ясно видна пространственная ориентация валентностей. Однако они создают неправильное представление об ажурности органических молекул. В свое время на Брюссельской выставке даже построили подобную модель молекулы. В действительности же атомы внутри молекул упакованы весьма плотно. Никакого пустого пространства между ними нет, что видно на полусферических моделях. В этих моделях шары в некотором масштабе передают размер атома, его вандервальсов радиус. При образовании химической связи атомы не просто соприкасаются, а подходят друг к другу ближе, чем это отвечало бы их вандервальсовым радиусом. Чтобы построить модель молекулы, правильно передающие расстояние между центрами атомов, нужно срезать у шаров атомов часть сферы. Сложив их срезами, получим модель, в которой правильно передана длина связи, расстояние между центрами атомов. Оно меньше суммы их вандервальсовых радиусов. Внутрь сферы не может проникнуть ни один атом, не связанный с данным атомом химически. У шаров моделей, многовалентных атомов, нужно сделать несколько срезов. Число их должно соответствовать валентности, а взаимное расположение — валентным углам. Складывая их срезами, получают полусферические модели самых разных молекул. Полусферические модели наглядно показывают, что при переходе от одной конформации к другой, отдельные группы атомов не только сближаются или удаляются, но даже могут задевать друг за друга. Это повышает потенциальную энергию таких конформаций и делает невыгодным их существование. Рассмотрим другие особенности пространственного строения молекул. В качестве примера возьмем фтор-хлор-бром-метан. Для наглядности полусферическую модель заменим шаростержневой. Обменяем в модели местами два атома. Сравнение моделей с первоначальной показывает, что они относятся друг к другу как предмет и его несовместимое зеркальное изображение. Молекулы подобных соединений не имеют ни одного элемента симметрии. Атом, связанный с четырьмя различными заместителями, называется асимметрическим. Такая пара пространственных изомеров называется энантиомерами, или оптическими антиподами. Они характеризуются одинаковыми основными физико-химическими свойствами, но отличаются знаком оптического вращения. Это обнаруживается с помощью поляриметра. Напомним, оптической активностью называется способность некоторых органических веществ вращать плоскость поляризации света. Поместим в поляриметра один из оптических антиподов, минус фторхлорбромметан. Он вращает плоскость поляризации влево. Другой антипод, плюс фторхлорбромметан, вращает точно на такой же угол вправо. Смесь равных количеств энантиомеров называется рецимической смесью, или рецимической модификацией. Она обладает нулевым вращением. Оптическая изомерия появляется у сахаров, крахмала, аминокислот, нуклеиновых кислот, алкалоидов, у многих других природных и синтетических веществ. Для условной записи пространственного строения оптических антиподов используют проекционные формулы Фишера. Построим формулу Фишера для одного из оптических антиподов фторхлорбромметана. Расположим модель так, чтобы заместители легли попарно в две плоскости, вертикальную и горизонтальную. Боковые заместители должны быть ближе к наблюдателю, верхний и нижний дальше. В формуле Фишера пунктирной линией изображают связи удаленных заместителей с центральным атомом, а сплошной линией связи ближних, боковых заместителей. Оптический антипод этой молекулы изображается зеркальной проекционной формулой. В зависимости от ориентации тетраэдра ассимметрического атома углерода относительно наблюдателя, одна и та же модель может быть изображена 12-ю внешне нисходными формулами. Они могут быть переведены друг в друга с помощью четного числа перестановок заместителей. Общепринятое изображение, в котором главная углеродная цепь идет сверху вниз. Название оптических антиподов строят несколькими способами. Если в стандартно записанной формуле Фишера заместитель, отличный от водорода, находится справа, то к названиям прибавляют D, если слева — L. По РС-системе каждый из заместителей, в зависимости от своего атомного номера, занимает место в ряду старшинства. Чем выше номер, тем старше заместитель. Затем модель ориентирует так, чтобы младший заместитель был удален от наблюдателя. Тогда старшинство трех остальных заместителей будет падать либо по часовой стрелке, что обозначается символом R, либо против часовой стрелки, обозначается символом S. Если некоторые атомы первого слоя, непосредственно связанные с асимметрическим центром, одинаковы, ищут различия во втором слое, а при необходимости и в последующих. После определения старшинства перед формулами ставят символы S или R. R-S-обозначение можно определить и по формуле Фишера, преобразовав ее с помощью четного числа перестановок так, чтобы младший заместитель оказался внизу. Падение старшинства трех остальных заместителей по часовой стрелке будет соответствовать обозначению R. А обозначение S указывает на падение старшинства против часовой стрелки. Соединения с N-ассимметрическими атомами имеют два в степени N пространственных изомеров. Например, тетрозы имеют четыре стереоизомера со следующими проекционными формулами и названиями. Формулы Фишера показывают, что минус эритроза и плюс эритроза — энантиомеры. Расположение боковых заместителей в них зеркально. Их физические и химические свойства одинаковы, за исключением направления вращения плоскости поляризации света. Минус и плюс триоза составляют другую пару энантиомеров. Они также зеркальны. Сравнение минус эритрозы и минус триозы показывает, что они не идентичны. Однако они не зеркальны. Подобные стереоизомеры, не являющиеся энантиомерами, называются диастереомерами. Диастереомеры отличаются друг от друга не только знаком и величиной оптического вращения, но и другими физическими и химическими свойствами. Это связано с тем, что у диастереомеров расстояния между атомами не одинаковы, поэтому различен и характер взаимного влияния химически несвязанных атомов. В соединениях с двумя одинаковыми асимметрическими атомами число стереоизомеров сокращается.